Попытки подорвать перемирие по Нагорному Карабаху Монастыри Карабаха ценны для Азербайджана по той простой причине, что относятся к христианской истории Азербайджана и являются частью христианского наследия азербайджанского народа. Вы не ослышались? Да, исламский Азербайджан – это православное государство Кавказская Албания, наследие которой и рассыпано по горной гряде Малого Кавказа. Ее автохтомное население составило важнейший пласт этногенеза современных азербайджанцев. Так чего же опасаются армяне? Может того, что с возвращением монастырей в лоно Азербайджана раскроется тщательно скрываемая армянской стороной тайна об истоках православного наследия Южного Кавказа? Для ответа на этот вопрос рассмотрим лишь часть свидетельств, явно указывающих на армянизацию трех монастырей апостольской церкви Кавказской Албании, расположенных на территории Нагорного Карабаха, а именно, относящиеся к XIII веку монастырские комплексы Ганзасар и Худаванг, а также возведенные в IV веке монастырь Амарас. В Кавказской Албании существовал, присущий исключительно населяющим ее народам, особый стиль христианской архитектуры. Этот стиль соответствовал аскетическому духу ранних христиан, что подчеркивалось простотой удлиненного молельного зала, без украшений и оляповатости, а также низким входом, что должно было символизировать смиренность верующих. Хотя сегодня армяне утверждают, что эти памятники принадлежат им, архитектурная структура, форма и орнамент памятников доказывают обратно. Приведенные фотографии четко подчеркивают характерные отличия албанского и армянского архитектурных стилей. Вход и молельный зал монастыря Худаванг. Вход и молельный зал албанского монастыря Киш. Вход и молельный зал Ичмиадзина. Как видно уже по этим двум параметрам, архитектурный стиль монастыря Худаванг схож со стилем албанского монастыря Киш, расположенным в Ш ediyorum, и отличается от армянского монастыря в Ичмиадзине. Другой пласт албанской идентичности Остался на средневековых внешних стенах гонзоцарского храма, имевших многочисленные надписи периода албанской патриархии. К сожалению, эти стены многократно подвергались реставрациям в XIX веке, начале XX века, а также в советское время, в 80-е годы прошлого столетия, когда они были почти полностью изменены. Оставшиеся следы древности были уничтожены оккупационной армянской администрацией уже в 2011. Когда внешние стены гонзоцарского монастыря были полностью облицованы новым каменным покрытием. В результате исчез целый слой албанской культуры и надписей, о чем даже в армянских СМИ высказывалось возмущение большой группы армянских ученых. Именно уничтожение старой стены гонзоцара стало одной из причин, по которой армянская сторона не могла добиться включения гонзоцарского монастырского комплекса в список наследия ЮНЕСКО на протяжении всего периода оккупации азербайджанских территорий. Даже согласно историческим армянским источникам, принадлежность монастыря Дадиванг с историческим названием Худаванг, независимому албанскому или агванскому католикосату, не вызывает сомнений из религиозно-правовой точки зрения. Так основные строительные работы в комплексе велись в XIII веке, во время правления албанского князя Вахтанга. Главная церковь комплекса построена в 1214 году Арзухатун, женой князя Вахтанга. Сама Арзухатун происходила из аристократического тюрко-копчакского рода, потомки которых и сегодня живут на территории западных районов современного Азербайджана. Следует отметить, что титул Хатун, как обозначение правительниц, широко распространен именно в общей тюркской культуре. Для сравнения, одним из центральных исторических памятников на Хичеване является мавзолей правительницы из рода азербайджанских атабеков – Мумины Хатун. Тот же титул присутствует и в эпиграфике Гонзасарского монастыря. Одна из надписей монастыря гласит, что он был построен в 1216-1238 годах Хасаном Джалал Давла, сыном Вахтанга, внуком великого Хасана и его матерью Харишах Хатун. Следует отметить, что правители обеих династий Албании, как Аршакиды, так и Мехраниды, называли себя схожими титулами с идентичной смысловой нагрузкой, соответственно, Аршахами и Араншахами, то есть правителями Арана. А захороненные во дворе Гонзасара князья Албанской области Хачена именовали себя атабеками, о чем свидетельствует надпись при входе в монастырь и надгробная плита правителя Хаченского княжества Хасан Джалала Давлы, 1215-1261 годы. Таким образом, как титулы инициаторов строительства монастырей, так и имена правителей того периода однозначно свидетельствуют об их неармянском происхождении. Еще одно доказательство принадлежности упомянутых монастырей автохтонному населению Карабаха, кавказским Албанам, находим в трудах известного арминолога, академика Заза Алексидзе. Переведенная им главная надпись на внутренней стене собора святого Иоанна Хрестителя, комплекса Гонзасар, гласит при патриаршестве Нерсеса, католикоса Албан, который осветил собор в Гонзасаре. Кстати, надпись была выбита по указанию сына уже упомянутой Арзухатун, местного правителя Хасана Джалала Давлы в 1240 году. Однако более важным в надписи является полное упоминание титула главы Албанской церкви, а именно патриаршества Нерсеса. Как известно, Санкт-Патриарха признается в православии только за епископом, предстоятелем Автокефальной церкви. Таким образом, построенные в одно и то же время одной и той же династией правителей монастыри Гонзасара и Додиванка принадлежали к Автокефальной, то есть независимой православной церкви Кавказской Албании. Как же случилось, что после вхождения карабахских христиан как части карабахского ханства в состав Российской империи, их древняя православная церковь была отдана на откуп Монофизитской Армянской Григорианской церкви. О политической подоплеке трагической истории потери древними христианами за Кавказе своей православной идентичности говорит в своем интервью игумен Русской Православной церкви и автор фундаментального труда христианства в Кавказской Албании отец Алексий Никонуров. Ссылаясь на исторические документы, отец Алексий пишет, цитата, К началу XIX века, после присоединения Кавказа к Российской империи, возникла новая проблема. В составе империи оказались три церкви – грузинская, албанская и армянская. Империя должна была решить этот вопрос. Грузинская была лишена автономии и присоединена к российской, а албанская просто упразднена и присоединена к армянской. Так, в 1836 году была совершена несправедливость, повлекшая за собой полное упразднение административного аппарата Албанской церкви и последовательную армянизацию церковного института. И если православная Грузия после 1917 года смогла восстановить и возродить свою автокефалию, то для обескровленной и армянизированной Албанской церкви сделать то же самое не представлялось возможным. Что оставалось в этот сложный период христианским потомкам Кавказской Албании? Только отождествлять себя с хозяйничающей на их землях армянской церковной институцией, констатирует отец Алексий. Армянская Григорианская церковь в полной мере воспользовалась контролем, полученным над православным наследием Албанской автокефальной церкви. На протяжении почти двухсот лет были затерты или изменены эпиграфические надписи, разрушены могильные плиты, захороненных на территории монастырей правителей Албании, изменена на армянский форма албанских крестов, внесены конструктивные изменения в постройки. Последней по времени фальсификацией явилась установка в 2015 году в Дадиванке колокола с эмблемой армянской церкви. Именно поэтому освобождение Кельбаджарского района от армянской оккупации также символизирует и освобождение от игоисторических фальсификаций православных храмов Карабаха. Перед азербайджанскими властями, которым перешла ответственность за эти храмы, стоит нелегкая задача не только сохранения материального наследия монастырей, но и возврат православной идентичности этим памятникам раннего христианства. Азербайджанские власти возьмут все под контроль, обеспечат доступ к этим религиозным объектам представители как армянской стороны, так, разумеется, и азербайджанской. И в Азербайджане тоже есть христиане, причем это тоже одна из древних христианских церквей. Пожалуйста, не забудьте поставить лайки, подписаться на наш канал и оставить ваши комментарии, чтобы мы могли готовить для вас еще более интересные материалы.